Вот такая вот сейчас у меня фигура. Живот, да. Живот большой. Вот так вот сейчас я, ребята, выгляжу. Вет 70 килограмм. Ребята, всем привет! Сегодня будет кулинарное шоу. В общем, сегодня я буду квасить капусту. Можно сказать, по вашим многочисленным просьбам, да, многие писали, покажи, как ты квасишь капусту. Конечно, очень много разных способов, методов, кто по-разному квасит. Я даже знаю, есть без соли. Можно заквасить капусту. Ну, я квашу с морской солью. В общем, я вам покажу. Сегодня я взял капусту, вот, буду квасить, да. 110 тенге килограмм. Я на Статской сегодня купил. Морковку взял. Нам для этого потребуется по 180 тенге. Потом взял еще арбуз. Это наш местный казахстанский арбуз по 260 тенге килограмм. Еще были очень маленькие такие арбузы, как дымки такие, очень маленькие. Ну, такой зал побольше, но он тоже маленький. Сейчас мы его разрежем, посмотрим, что там внутри. И для квашеной капусты нам еще потребуется вот такой вот инвентарь. Это бидончик обязательно и толпушка. Вот я так всегда делаю квашеную капусту. Тоже вот кто не может, допустим, есть капусту сырую, да, я ем каждый день в обед и на ужин салат из свежей капусты. У меня с желудком проблем никаких нет. Но если кто-то испытывает, там, сдуть, я вот часто такие комментарии читаю, да, то можно попробовать сделать квашеную капусту. По поводу фруктов я уже могу позволить себе есть разные фрукты. Вот ем и арбузы, и дыни. Самое главное, вот, поэтапно, да, вес сбросить. Там, конечно, кто сбрасывает вес, арбузы нельзя, потому что все равно уровень сахара повышается в крови, да. Вот, а сейчас я могу себе это позволить запастись витаминами, да. Самое главное, кто сбрасывает вес, все поэтапно и правильно сделать. Вот, сначала вес нужно сбросить, потом его зафиксировать, а потом уже, в принципе, можно есть и другие продукты, да. Также и картофель ем, и морковь ем, и свеклу. Вот такое я сейчас все ем. И еще сегодня будем жарить шашлыки. Взял я шашлыки, это свинина, уже маринованный шашлык. Мне понравился маринад. Такой запах интересный, знаете, это как раньше были эти сухарики, кириешки с салями. Вот такой же запах специи, да, вот маринада именно килограмм стоит 2900 тенге. Здесь кило 800, вот. Так что сегодня будет такое вот кулинарное шоу, да. Вайп будем жарить. В этом году я еще шашлыки не жарил. Так я не хожу там по кафе, ресторанам. То есть шашлыки я не заказываю, мне сам нравится процесс жарки, да. Вот этот вот запах, когда разжигаешь мангал. Вот, ну все, ребят, так что давайте приступим. Вот, давайте разрежем арбуз пополам, посмотрим. Думаю, будет красный, запах уже чувствуется арбуза, приятный. И по поводу арбуза вспомнил такой, смотрите, а внутри его не такой спелый красный, да. Вот были маленькие арбузы, смотрите, он такой розоватый, да, розового цвета. Помню такой момент забавный, когда я был в Кыргызстане, да, на Иссыкуль ездил, брал я там экскурсию на озеро. И мы там тоже ели арбуз, начал смотреть, как арбуз разрезаю, да, его не моют. Я говорю, вы не моете арбуз? Нет, говорит, зачем, мы же середку будем есть. Вот, такой вот момент меня, конечно, это улыбнул. Знаете, что интересно? Арбуз сладкий, хоть он не такой красный, да. Ну, вкусно, это наши местные арбузы. Вот, смотрите, какого он цвета, розоватый. Так, ребят, в общем, приступаем. Я буду делать ведре, ведро у меня 10-литровое. Для этого я использую 4 качана капусты, плюс тут у меня 5 морковок. Но я обычно беру на одну капусту одну такую хорошую морковку. Ну, такая вот пропорция. Потом нам потребуется, тут у меня морская соль, полстакана соли на 10 литров. И семена укропа, я тоже туда посыпаю. Вот, сейчас будем нарезать. В общем, послезавтра уже я буду капусту раскладывать по банкам, все. Сегодня у меня выходной день. Вот так вот я его провожу с пользой, да, можно как проводить выходные дни. И сегодня, как бонус будет, да, буду готовить шашлыки. Ну, я говорю, в этом году я еще не жалю шашлыки. Вот так вот можно проводить выходные дни. За Влада я, конечно, тоже очень рад. Большой привет, кстати. То, что тоже выходные дни проводит с пользой для себя. Тоже, кстати, купил чай-пуэр. И еще нам потребуется терка. На большой терке мы будем натирать морковку. Потом вот так вот тонко я нарезаю. Кто, ребят, вес сбросил, тоже за вас я очень рад, доволен. Конечно, раньше больше людей писали, когда вес сбрасывали. Кто насколько похудел. Ну, видать, потом люди уже вес подбрасывали, да, и уже не стали на канал заходить. Вот, ну, я, конечно, за вас очень рад. Это тоже, знаете, ребят, когда, допустим, слепой сюда ходил человек, да, и ему помогала палочка. А если ему зрение вернуть, что он в первую очередь бросит? Правильно, он бросит палочку, да, то, что ему помогало. Вот, ну, за вас я, конечно, рад. Также я, конечно, очень рад, что меня продолжает и смотреть дальше, да. Вот, я потихоньку стараюсь, конечно, отправиться в путешествие, да. Кто еще худеет, вес сбрасывает, ребят. Я вам желаю удачи. Вот, вы молодцы. Такие, конечно, реалии жизни, да. Но мы, конечно, продолжаем идти вперед, как говорится, до конца. А за вас, ребят, я очень, конечно, рад. Артем очень много веса сбросил. Молодец, конечно. Всегда привожу в пример. Весил 124 килограмма. Сейчас весит 88-87 килограмм, как он написал. Тоже результат колоссальный, да. Молодец, конечно. Гульбур тоже сбрасывает вес. Первая цель была у нас вообще 57 килограмм. Но в итоге потом будем идти до 55 килограмм. Ну, тут, конечно, все еще зависит, да, от роста человека. Можно есть как самостоятельный салат. Квашеная капуста очень полезная. Витамином С вообще богатая. Также можно в борщ добавлять, там, салаты там разные, да. Вот, так что сейчас я вам все покажу. Один качан капусты я уже нарезал. Отправил в ведро. Вот, теперь нужно натереть морковку на большой терке. И сейчас я покажу, что дальше надо будет делать. Вообще, я стараюсь все сам делать, то, что можно сделать, да. То же самое соус я сам делаю, горчицу я сам делаю. В общем, что мы делаем теперь дальше? Мы отправляем нашу морковку сюда же в ведро. Тут я капусту уже нарезал. Все отправляем. Потом берем щепотку семена укропа. Сыпем. Потом берем щепотку соли. Ну, такую, поболее, поболее такую щепотку. Отправляем. И теперь будем мы все это толочь. Сок будем выдавливать. И вот так вот по этапу, но потом следующий качан порежу. Опять потом щепотку семян укропа, щепотку соли. Ну, то же самое все повторяем. И также морковку одну. И каждый раз надо будет потом все это толочье. Ее умнем. Хорошо прям пролинаем. Потом в конце, знаете, сколько сока много будет? Прям сегодня уже она выдаст сок. Хорошо прям. В общем, я все нарезал. Смотрите, у меня еще соли немного осталось. Я еще сверху посыпем. Она соль-то любит, капусты. А вот сколько у меня осталось. Совсем немного. Обычно я так на вкус пробую и добавляю. Чуть меньше полстакана. И потом каждый раз я вот так вот толкую ее. Там уже сок выделяется. И потом нужно будет закрыть крышкой. Вот, смотрите, сколько уже видно. Видите, сколько сока уже? Вот так вот я и делаю. Очень много сока. А послезавтра уже по банкам сделаю. Все, ребят. Такой вот рецепт. Так я делаю всегда. Смотрите, завтра что я сделаю в обед. Открываю крышку и потом делаю вот такие вот проколы до самого конца прям. Чтобы оно дышало. Вот так оно будет ферментироваться. Делаем вот такие вот проколы. И все. Вот так вот. Такой вот у меня рецепт по-домашнему. Все, ребят. Теперь приступаем к самой интересной части. Будем жарить шашлыки. Как говорится, делай, сделай, гуляй смело, да? Буду я не на шампуре жарить, а барбекю. Сейчас сюда уложу мясо. Аромат такой потрясающий, интересный. Вот, я говорю, с салями пахнет. Кириешки. Кто ел кириешки? Вот запах с салями именно. Этот вкус кириешек я помню еще со школы там покупал. Мне нравились такие вот сухарики. Потом вторую барбекю еще сейчас возьму. Тоже буду так вот укладывать. И пожарим шашлычки. Так вот, выходной. Потом можно будет заварить кофеек, чаек, цикорий. Сейчас я вам еще покажу, что у меня из напитков, что я пью. Ребят, хочу поблагодарить, кто поддерживает мой канал. Я вам очень благодарен. Асем, спасибо большое за поддержку. И Кайрату, спасибо большое за поддержку. Вот, спасибо, ребята, кто меня поддерживает. Это тоже мотивация, да? Снимать видео. Продвигать канал, в общем-то. Так, все. Сейчас я буду разжигать мангал и будем ставить. Так, ну что, ребята, вот тут сейчас будем разжигать мангал. Это вишня. Там снизу вишня. Ствол. А тут ветки. Ну, так же буду подкидывать вишню. Так, ну что, поджигаем. Положил я бумагу. Мне нравится, ребята, звук сам. Я музыку накладывать не буду. Чтобы почувствовали вот этот вот вайп, да? О, как трещат. Вот, все-таки ветки пойдут чуть побольше. И еще добавим. Мы зажгем и все. Все, в общем, все это догорит. И потом уже буду ставить. Все, вот столько получилось с углей. Достаточно много. Вот последний сейчас догорает. Самые крупные буду ставить. Запах такой приятный от вишни. Так, все, ребят, теперь ставим и наши шашлычки. Я сразу приготовил соль. Когда я на даче жил, мне подсказали, когда будет огонь, сейчас жир будет капать, загораться, солью посыпаешь, и все, и огонь сразу прекращается. Вот, я тоже таким лайфхаком делюсь. Очень полезно. Ребята, такой запах тут потрясающий стоит. Я их уже перевернул. Жалко, что запахи не передаются. Также не забываем регулярно их переворачивать. О, хорошо. Это в этом году, ребят, у меня первые шашлыки, которые я сам жарю. О, хорошо. Я еще раньше под конец, потом туда картошку в угли бросал. Запекал. Также еще классно овощи, грибы мне нравятся на углях. Тоже очень вкусно получается. Рыба тоже вкусно будет. Так. Смотрим. Ну, потихоньку уже подходят. Ну, все, уже практически готовы. Буду сейчас снимать уже. Здесь еще остались угли. Смотрите, что я решил пожарить. Еще кабачки и перец болгарский еще. Две штуки пожарю. Все, вот уже и овощи подходят. Скоро буду убирать. Собственно, что получилось. Овощи на углях и мясо. Вот так вот пожарил. Все, ребят, вот все и готово. Мясо еще украсил помидорчиками, укроп. И вот все потушил. Вот так вот овощи. Вот такой вот у меня будет сегодня ужин. И еще заварю себе, наверное, цикорий. Вот такой вот я цикорий брал. Он идет с топинамбуром. Цикорий и топинамбур. Вот. И кофе еще мне нравится. Я думал, можешь кофе? Это я в фикс прайсе покупал. Я просто тысяча тенге стоит. Ну все, ребят, давайте. Всем добра, всем пока. Скоро увидимся.